Добрый день, дорогие друзья! Готовясь к этой программе, я вспомнила афоризм Франсуа Деларош-Фуко. Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди же большого ума все замечают и ни на что не обижаются. И действительно, человек не будет обижаться на мир, на других людей, если он находится в гармонии с собой. Но как же достичь этой гармонии, спросите вы. И здесь на помощь придет классическая музыка. Классической музыкой мы привносим в свою жизнь ум, красоту, подлинные чувства. И даже фоновое прослушивание классической музыки делает нас лучше. О концерте музыкантов, профессионалов экстра-класса. Которым подвластны программы любой степени сложности, которые делятся своей радостью от общения с прекрасным, с благодарной публикой и пойдет сегодня речь. 11 мая у нас вечер дуэта, на котором выступят Алексей Лунтин, концертмейстер оркестра, концертмейстер группы первых скрипок Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации и Юрий Мартынов. Выдающийся российский пианист, профессор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Ильича Чайковского. Алексей Лундин родился в 1971 году в Москве в семье музыкантов. Начал обучение в специальной средней музыкальной школе имени Гнесиных. В 1987 году стал обладателем первой премии юношеского конкурса «Концертина Прага». В 1990 году поступил в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского в класс Надежды Бешкиной. В 1993 году под руководством профессоров Татьяны Гайдамович и Александра Бондурянского в составе трио становится лауреатом конкурса камерных ансамблей в Италии. А в 1996 году побеждает на конкурсе в Германии. В 1995 году скрипач продолжил обучение в ассистентуре стажировки как солист-скрипач у профессора Маринеи Швили и как камерный исполнитель у профессора Александра Бондурянского. С замечательной скрипачкой Маринеи Швили неоднократно исполнялись различные произведения для двух скрипок и камерные ансамбли. Важную роль в развитии музыканта сыграл профессор Рафаэль Давидян, в классе которого Алексей Лундин занимался струнным квартетом. В 1998 году был создан Моцарт-квартет. Молодой коллектив поддержал выдающийся музыкант, бессменный виолончелист квартета имени Бородина Валентин Александрович Берлинский. Квартет быстро занял ведущие позиции в музыкальной жизни России и в 2001 году завоевал первую премию на конкурсе струнных квартетов имени Шостаковича. Сегодня Алексей Лундин – концертмейстер оркестра, концертмейстер группы первых скрипок Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации. Моцарт-квартет Юрий Мартынов окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по специальности фортепиано и теория музыки. Затем Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского по классам фортепиано у профессора Михаила Сергеевича Воскресенского и органа у профессора Алексея Паршина, а также ассистентуру стажировку под руководством Михаила Сергеевича Воскресенского. В 1993-1994 годах стажировался во Франции, в высшей школе музыки в Бобеньи и в консерватории имени Клода Дебюси в Париже по специальности клавесин. С 1989 года музыкант активно гастролирует, выступая с различными программами в качестве солиста и камерного ансамблиста в лучших концертных залах России, стран СНГ, во многих странах Европы, в Японии, Китае и США. Юрий Мартынов – лауреат профессиональных международных конкурсов. Музыкант принимал участие во многих престижных фестивалях как в России, так и за рубежом. Среди них «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера, «Московская осень», «Белая сирень» и другие. С 1994 года Юрий Мартынов преподает в Московской консерватории, а с 2006 по 2010 год заведовал кафедрой клавишных инструментов и камерного ансамбля факультета исторического и современного исполнительского искусства. В настоящее время профессор кафедры специального фортепиано под руководством профессора Михаила Сергеевича Воскресенского и кафедры клавишных инструментов. Воскресенского и кафедры клавишных инструментов Невозможно переоценить значение классической музыки для формирования гармонии в себе. Даже многие ученые обучались музыке. Например, Альберт Эйнштейн играл на скрипке. Он писал, что если бы не было Фукбаха, он бы никогда не пришел к своим самым важным формулам. По статистике, 70% профессоров физики и математики получили начальное, а порой и среднее музыкальное образование. Руководители многих фирм при приеме на работу предпочтение отдают сотрудникам, получившим музыкальное образование. Хотя, впрочем, для того, чтобы слушать классику, любить ее, совсем не обязательно получать музыкальное образование. Во всем деле начинать нужно с желания. Если вы хотите чему-то научиться, учитесь. Нам могут сто раз сказать о пользе классики для здоровья, для самочувствия. Но если не освоить эти азы, не попробовать, ничего не получится. А наш зал предоставляет вам уникальную возможность. 11 мая концерт-дуэт, на котором вы услышите музыкантов-профессионалов, выдающихся музыкантов нашего времени, Алексея Лундина и Юрия Мартынова. Этот концерт ни в коем случае нельзя пропустить. 11 мая – киноконцертный зал «Панорама». Заходите на наш сайт, звоните по телефону. Мы всегда рады слышать вас. Будьте здоровы и счастливы. До встречи на концерте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова